Всем большущий привет от Сереги, как всегда, все едны, здрасте, сегодня будет интересное видео, поэтому сразу погнали в магазин. Ну что, ребят, я уже у магазина, в прошлый раз мне вот обратили внимание, зайди, говорит, Серег, сделай обзор продуктов из Беларуси, но там не так много продуктов, там вот, смотрите, всего два холодильника, два стеллажа, и вот там мороженое, то есть там совсем чуть-чуть. Если знаете большой магазин продуктов из Беларуси, то напишите мне, я, конечно, сделаю обзор. Сейчас мы идем в фикс прайс на второй этаж, сегодня погода хорошая, не солнечная, то есть там будет не жарко. Пока поднялся, ноги накачал, шикарный замочек кодовый, большие цифры, крутится хорошо, стоит всего 200 рублей. Для летнего сезона самое это на велик, на самокат. И смотрите, какая интересная новинка, цветные клеевые стержни, раньше не было, То есть можно чашечку, свечку отдекорировать, 80 рублей стоит 6 штук, но они толстые. То есть вот эти вот тоненькие, а это прям толстые, нужен пистолет толстый тоже. Вот такой вот большой термопистолет, 190 рублей стоит для толстых левых стержней. Так, это мой любимый отдел, здесь декоративные вазочки новые появились в виде груш и яблока. Разноцветные, они шершавые, из них пыль очень сложно будет вытирать, прям шершавая. Если вытирать, то это скорее всего оботрется. Очень классно выглядит, конечно. Так, по 250 рублей такие стоят. Коробочки, коробочки я вообще обожаю, шкатулки. Там 4 отделения, удобно для всякой мелочевки. Коробочки обычно используются для настольных игр, если потеряли. Если коробочку обычную разломать от настольных игр, то можно вот такую использовать. Для карточных игр и для всякой мелочевки идеально подходит. Коробочки крепкие, хорошие. По 200 рублей шкатулка называется. Ох, тут еще одна коробочка есть с сюрпризом. Коробочка с сюрпризом, 200 рублей стоит. Что внутри не написано. Интересно. Конечно же мы ее возьмем. Какую взять? Хорошего настроения. Вот такая точно подходит. У меня кубики в таких хранятся. Такая маленькая коробочка, удобная. Так, что там интересно? Берем. Еще одна огромная новинка на нижней полке. Это ракета. Хлопушка, что-то такое. Прочитать ценника нету. Сколько стоит, не знаю. Что это такое? Называется игрушка-ракета. Нужно надеть. Потом как-то делать. Телесским движением запустить ракету. Еще посмотрим. Что это такое? Берем. Зеленые и красные. Какую взять? Степке точно понравится. Вот это возьмем. Все начали готовиться к школе. Смотрите, сколько тетрадок завезли. Обычные по 5 рублей. Такие вот в линию по 11. 5 рублей, кстати. Хорошие. Смотрите, яркие какие белые листы. Отличные, смотрите. Не желтые. По 5 рублей всего. Блокнотиков мало совсем осталось. Эти мохнатые есть. И мои любимые тоже цветные есть. Хорошо, что до сих пор появился. У меня вот такой вот. Такой вот оранжевый у меня. Классные блокнотики по 250 рублей. Такие разделочные доски есть. Еще классная доска. Еще и с крючком. Из бамбука сделанная. Но ценник я уточнил под 199. Это не от него здесь висит. По 99 было бы шикарно. Но из бамбука хорошая. Доска большая. 30 на 20. 199 рублей. Рыбных консерв смотрю в фикс прайсе много. Я вчера, кстати, рыбу приготовил. Вкусно сделал консервы сам. Поэтому давайте рыбные консервы сегодня возьмем. Надел себе целых больших банок. Не таких маленьких. Прям больших банок консервов рыбных. Это по 79 тунец. Тунец по 79. Куски. Одна вода вроде бы. Сардина. В комментариях пишут сардина. Это не иваси. Вот написано сардина тихоокеанская иваси. Ценника нет. Так вот, я вчера наделал консерв. Огромных банок. Вкуснотища наделал. 124. Смотрите, сайра. Сравним как раз вот эту консерву. По 62. Доброфлот. Килька. Нет, тоже ценник не отняет. Вот килька. По 49. В общем, сравним эти консервы. И мою домашнюю, которую я сделал. Килька. В томатном соусе тоже по 49. Красивая банка. Доброфлот. Доброфлот. С овощами по-венгерски. За родину. Торговая марка такая. Я обычно и пробовал, но с овощами по-венгерски. Обжаренные в томатном соусе. Что-то новенькое. По 60 рублей. Биллион. Реальное фото. Я запомнил консервы. Реальное фото. Прям похоже на то, что внутри. Классная рыбка. По 79 рублей. Я уже пробовал. Ссылку на видео оставлю. Доброфлот. Биллион. Давно не ел Доброфлот. Ценника нет. Телетка. 49 по акции. Горбушу разобрали. Смотрите. Нет, у них печень трески. Всего по 80 рублей. Это очень дешево. А, маленькая баночка. Маленькая баночка. Может быть за 79 рублей. Смотрите, какая. Гурман рыба. Малюсенькая баночка. Я недавно брал печень трески. Большая банка. Например, тоже по 70 рублей. Там был паштет из печени трески. Здесь написано печень. Лавровый лист. Попробуем. Посмотрим. Что это такое? Шпроты в масле. А, вилки. Вилки я пробовал. Тоже в последнем обзоре из фикс прайса. Огромные рыбы. Потому что название такое. По локоть я назвал такое. Огромная рыбина. Она вот так лежит. Там 5 штук рыб. Вкусная, но она гигантская. На бутербродика даже не положит. Есть еще вот Иваси Доброфлот. По 100 рублей. Все. А что, ребят? Тут будет рыбный день. Обзор рыбных консервов из фикс прайса. Набрал. Смотрите, сколько набрал. Набрал целый пакет с рыбными консервами. Здесь моя любимая келечка. Еще какая-то вкусная келечка. В общем, все консервы из фикс прайса. Все рыбные консервы. Целый пакет. Идем домой пробовать все это. Ну что, ребят? Сегодня настоящий рыбный день получается. У меня сегодня много консервов. Сейчас все будем пробовать. Я вчера, блин, закупился рыбой. Наделал сразу больших банок вот таких. Ну что, маленькие такие берешь, маленькие. Замучаешься открывать. Вот такие банки надо делать сразу. Смотрите. Вот такую баночку берешь. Сразу к празднику открыл. Сразу рыбки как навалил. Сразу налетели. Можно рулетики завернуть в лаваше, как я всегда делаю. Можно салатик. Что-то вот эти маленькие баночки замучаешься открывать. Вот нормальная. У них большущая банка. Наделал сразу вот несколько таких штук. Чтобы сделать вкусную рыбную консерву, запоминайте и записывайте рецепт, как это делается в домашних условиях. Берем, в общем, сразу скумблю. Пару килограмм я взял. И хека. Почему нет? Хек дешевый, тоже вкусный. Тушки потрошим, головы отрезаем. И большие плавники я тоже сразу срезаю. Режу рыбу на порционные кусочки. Перекладываю в большую чашу. И посолить, перемешать. Можно, конечно, и вначале закладку в банке сделать, потом посолить. Но так соль будет неравномерно распределяться. Проще посолить в большой чаше и перемешать. У меня банки большие. Даже крупные куски хорошо помещаются. Закладку я делаю неплотную. Укладываю так хорошо, но не сильно придавливаю. Место должно остаться. Воды я в банки совсем не добавляю. Рыба и так сочная. Можно добавить масло. Рафинированное или нерафинированное. Выбирайте по вкусу. Хек я режу ровно пополам. У меня по размеру банки идеально подходит. И делаю плотную закладку. Просто укладываю штабелями. И практически все готово. У меня еще осталось немного рыбы. На целую банку, если не хватает. У меня же банки большие. Но вы можете и в маленькие закатывать. Но у меня большие это удобно. Большая банка всегда удобно. Так вот, если на целую банку рыбы не хватает, я добавляю крупу. Получается каша. Каша всегда вкусно. Хоть с тушенкой, хоть с рыбой. Это всегда вкусно. В общем, гречку промываю и добавляю в банки. Если крупа, то воды нужно добавить обязательно. Потому что крупа много забирает жидкости. Что ж, остается нам только закрутить крышки на банки. Так слегка сильно не закручиваю. Я их не стерилизовал, только помыл. Потому что в автоклаве все равно все это под температуру, под давление там простерилизуется. В моем автоклаве помещается таких больших банок 8 штук. Если маленьких по пол-литра, то 10 штук банок. Он на 14 литров. Автоклав называется Fansel Mini. Сделан он полностью из пищевой нержавеющей стали. Он легкий. То есть, если его наполнять не полностью, можно готовить полностью, заливать. Это будет водяной джима. А я готовлю, жидкости наливаю чуть, и он будет готовиться на пару. Давление там выше, температура выше. Готовится все быстрее. Крышкой я уже все накрыл и гайки закрутил. Ставим все это на максимально сильный огонь. У меня плита газовая. Но этот автоклав подходит для любых типов плит. Готовить с ним одно удовольствие. Делается все очень просто. Дожидаемся, пока вода закипит. Бульбышки пошли, значит вода закипела. Теперь перекрываем краник. И давление поднимается. Температура растет. Ждем по инструкции, сколько у нас там по времени приготовления рыбы. Полчаса. Но если вы хотите, чтобы косточки были как в консервах, то есть, чтобы максимально прям в труху, то это, ну, час примерно нужно оставить. Под давлением там все это намного быстрее готовится. Не нужно ждать по 5-6 часов. За час все будет идеально мягко. И рыбка сочная, вкусная. Итак, что у нас получилось? Достаем банки. Лучше дождаться, пока они полностью остынут. Но я не могу дождаться. Это вкуснотища. Конечно, сразу хочется попробовать. Итак, здесь у меня в начале хек. Рыбка получилась идеальная и мягкая, и сочная, и свежеприготовленная, ароматная рыбка. Прямо самое то. Сейчас поесть еще из картошечки, если сделать такие консервы, то это вообще просто бомба будет. Ну и с кумбли тоже давайте попробуем. С маслицем. Ну и тут настоящий аромат рыбных консерв. Рыбка нежнейшая, вкуснючая. Ммм, пальчики оближешь. Вот сейчас уже прошло время. За ночь она еще настоялась. Если вы со специями делаете, это все настоится еще за несколько дней. Открываете. Вот это вот вкуснотища. Настоящая рыба. Здесь ничего не добавлено, не разбавлено. Косточки мягкие. Домашние консервы, конечно, они вкуснее, чем магазинные будут. Это и дешевле получается. Готовьте в свое удовольствие. Делается все очень просто. Закидываете баночки. Получаются вкуснючие рыбные консервы. Одну такую банку сделал. Вам на всю компанию хватит. Рыба. Аж мурашки по коже. У меня вот такой автоклав. Называется Fansel Mini. Напоминаю. Конечно же ссылку на него я оставляю в описании к этому видео. Переходите. Там еще и должен быть подарок. Заглядывайте в описании. Готовите с такой штукой. Одно удовольствие. Ребят, домашние консервы. Ну, по вкусу, конечно же, не сравняться с покупными. Мы сейчас попробуем, что можно, в принципе, и сколько это стоит. Так, но вначале мне еще нужно посмотреть. Я еще такую штуку купил. И доску. Доска сейчас пригодится. Давайте разберемся, как вот эта штука работает. А, она еще и пищит. Это стоило недешево. 199 рублей. Называется ракета. Ракета. Игрушка-ракета. Вообще, люблю всякие такие разные штуки. Вы знаете, поэтому сейчас покажу, как это работает. Работает все это очень просто. Это из пластика. Она ничего не разобьет. Ракета. Ну, кривая, конечно. У нее в разные стороны может полететь. Но даже интересней. В общем, надеваем. Свистульку распрямляем. Ну, она реально полетела. Она до конца комнаты долетела. Сейчас давайте покажу, как. Так, ребят, двигаемся сюда. Дубль два. Показываю, как все работает еще. Нет, то, что она свистит, вообще. И раз, и два. Видели, как она полетела? Серега оценивает эту штуку на 10 всеядных медведей с 10. Потому что она летит, во-первых, вперед. Не заворачивает. Классно летит. Мягкая сейчас. Посмотрите, мягкая. Вот эта вот сама. Это из твердого пролона, это из мягкого пролона. То есть она не выбьет никому ни глаз, ни стекло. Она еще и пищит. И так пищит, и так пищит. В общем, прикольная штука. И все это удовольствие за 199 рублей. Поэтому 10 всеядных медведей с 10. Если бы у меня была комната еще дальше туда, она бы еще дальше улетела. В общем, классная штука. Штука эта. Ракета детям тоже понравилась. Они теперь дерутся за нее. Надо было сразу несколько покупать. Ну, я же не знал, хорошо она летает. Летает она хорошо. Теперь вы тоже знаете, что купить в фикс-прайсе. У меня из фикс-прайса еще есть вот такая вот маленькая штучка. Коробочка с сюрпризом. 199 рублей. Я ее и так повертел. Так повертел. Там ничего не написано, что внутри. Там внутри что-то есть тяжеленькое. Скоро уже снимать обзоры всяких штуковин из фикс-прайса. Все, еда да еда. Итак, что это такое? У меня такая коробочка уже есть. Небольшая коробочка. Очень удобная для всякой мелочевки. Такие коробочки, они долго служат. Здесь еще и цветная. То есть написано хорошего настроения. Тут такая даже подойдет для любой карточной игры. Потому что обычно под карточные игры, там всякие карточки, сразу коробочки ломаются. Вот эти картонные. Поэтому где их хранить, непонятно. Сюда сложил. Так, смотрим, что внутри. Тут уже что-то вываливается. Что это такое? Так, это оказалось. У меня все равно настроение ухудшилось. Я не люблю пазлы. Это оказался пазл с предсказанием. То есть нужно собрать пазл. И там что-то будет написано. Или что-то нарисовано. Но ничего в коробочке другого тут нет. Только вот в бумажечке все. То есть сама коробочка классная. Ну и сделано хорошо. Ничего тут не торчит. Все подрезано. Уголки все ровные. Коробочка. В общем, стоила это 199 рублей. Я бы просто за 199 рублей такую коробочку бы купил. А пазл, ну, наверное, сейчас Насте дам или местным пособирать. Но я не люблю просто пазл. Коробочка классная. Поэтому на любителя вся эта штука. Ну и давайте я вам покажу сразу доску, на которой мы сегодня будем все эти консервы открывать. Доска. Вот там ценник не был на нее, поэтому я сразу заподозрил такой. Думаю, ну что-то тут не то. Не может она 49-99 рублей стоить. Это доска из бамбука и она большая. Тут еще крючок, но он вроде вытаскивается. Можно открутить. В общем, классная доска. Смотрите, какая красивая, светлая, хорошая досочка. Идеально. Идеально ровненькая. Шикарная доска. 199 рублей стоит в фикс прайсе. Кольцо даже крепкое. Не выдергивается. Ну, откручивается. Открутить? Да, выкрутить? Нет, нельзя. Ну, вырвать можно. У нас делает такие доски. Делает их не у нас такие доски, а Китай их делает. Конечно же, из бамбука делает Китай. Но мне кажется, это лучше, чем из фанеры. Потому что из фанеры они и шуршавые, они пропитываются всеми разными продуктами. Непонятно, зачем из фанеры делать доски. Лучше из дерева или вот из бамбука. Классная доска. Доска шикарная. Пятер. Ну что, давайте по консервам. Итак, все консервы рыбный день сегодня из фикс прайса. Все консервы стоили недорого. То есть здесь самая дорогая 120 рублей. Какая-то 120 рублей. Реально вот эта даже не самая дорогая. То есть вот эта что ли самая? Вот эта с аэро с добавлением масла. Сейчас разберемся. Вот эта вот банка 120 рублей. А вот эта тунец, он всего 80. Ну что ж, спустя пару минут расставил я их по стоимости. По 49, 50, 60, 70, 80, 99, 130 рублей. И вот такая где-то, ну, примерно 130 рублей тоже стоит. Вот такая банка, если самому готовить. Ну так, ориентировочно. Это мы уже попробовали. Давайте начнем с самых дешевых. Открывать консервы. Вот будет ли здесь рыба. Селедка. Вот селедка и все остальное по 49 рублей. Это килька в томатном. Я люблю в томатном соусе. Поэтому сейчас будет вкусный обжор. Так, открываю сразу три банки с килькой. Две обычные и третьи с овощами по-венгерски. Сделано ли это специально, чтобы удешевить и так недорогую рыбу? Килька с картошкой, например. Или действительно это будет вкуснее? В общем, открываем сразу три банки. Все они с ключом. Эти баночки по весу все одинаковые. По 250 грамм. Первая похожа на супчик. Там рыбки совсем мало. Все жидко. Вторая симпатично с овощами. Красное что-то нарезано. И третья, ну, густо. Ну, может быть, это мука, кстати. Надо посмотреть, что внутри. Перекладываем на тарелки. Начнем с первой. Делает это русский рыбный мир. Здесь в составе только рыбка и томатный соус. Рыбка маленькая, разваливается вся. Вот видите, ни одной целой нету. Малюшенькая-малюшенькая рыбка. Соуса много. Соус бесцветный. Ну, то есть, не пахнет ничем. На ложки даже не зацепляется. Это супчик. Рыбка выглядит как отходы производства. Ну, здесь маленькая, разваливается. Вся такая малюшенькая, неаккуратная, в общем. Ладно, пробуем на вкус. В составе муки нету. Ну, вкус этого соуса вообще никакой еще не похож на томатный соус. Но это невкусно. Рыбка мелкая, хоть и мягкая, но она тоже невкусная. Здесь совсем мелочь. Вот, смотрите, даже какая вот малюшенькая. Миллиметров пять, наверное, голова у рыбки. Вот малюшенькая. Два сантиметра рыбка. Непонятно. Сейчас покажу максимальный размер этой рыбки. Вот такая вот. Это максимальный размер. Но это не самый главный ее размер. Она невкусная. Потому что томатного соуса здесь нет. 50 рублей стоило. Русский рыбный мир. Торговая марка Сталина. Консервный завод Ахтиар. Пробуем впервые. Мы с вами такую. Это Республика Крым. Здесь уже в составе мука добавлена для, ну, видимо, загустения. Но цвет уже посимпатичнее. Смотрите. Чуть более насыщенный цвет. Да и рыбка какая. Рыбка явно крупнее. Это уже выглядит на порядок лучше, чем предыдущая. В сравнении. Давайте я уберу это. А то вам кажется, что это все неаккуратно. Наверное, сейчас в комментариях напишите мне. Серега ест опять неаккуратно. Ну, а как тут? Я пока открыл. Тут весь уже поизмолвался. Я еще даже есть не начал. Но смотрите, рыба какая. Ну, сейчас голова отвалилась. Жалко. Ну, вот круто. Не, ну, это уже более эстетически приятный внешний вид. Не то, что мелочь такая вот. У нее сразу все отваливается. Все разваливается. Ну-ка, рыбу пробуй. Ну, и соус здесь, ребят. Соус здесь тоже более насыщенный. Явно томатный. Хоть и мука в составе есть. Твердая тройка. Соус явно насыщенный. Чуть горьковатый. Но в целом, вот они свалянделись, рыбки. Здесь, наверное, вот как раз мука. Здесь все густо. Густо лежат. Но рыбка хорошая. Сравните еще раз. И та, и другая стоили 50 рублей. Ну, конечно же, мы возьмем вот эту. Запоминайте. Сейчас покажу еще раз. Баночка. Вот такая вот. Торговая марка. Старина. Русский рыбный мир, к сожалению, проигрывает существенно здесь. На внешний вид отличаются в разы. Да и по вкусу. И на внешний вид русский рыбный мир проигрывает. Итак, давайте пробовать необычную килька по-венгерски. Есть ли здесь рыба или только одни овощи? Изготовитель рыбный завод за родину. Я уже пробовал килька. Мне нравилось. В составе на первом месте килька. Там уже дальше мука есть. И болгарский перец. То есть картошки нет. Все-таки я угадал, болгарский перец был. Не помидоры. Вот здесь видим, это лежит крупным куском. Рыба здесь еще больше. Смотрите, какая она огромная рыба. Вот. Она даже не помещается в длину, поэтому она поломалась. Ну, хвост. Муки явно очень много. Вот она здесь. Или это жирок. Очень похоже на муку. Болгарского перца достаточно. Вот он сверху был. Давайте сразу попробуем. Ну, рыбка очень мягкая. Она крупная и мягкая. Болгарский перец существенно добавляет сладости во вкусе. Вкус приятный. Но непривычный. Вкус хорошо сочетается с томатами. И это все, хоть рыба и лежит куском посредине, но это все отлично промариновалось, пропиталось. В общем, только недостаток у нее. Она слишком мягкая. И я ее пытался и так, и так взять на вилочку, чтобы аккуратно целая рыба получилась. Но не получается ее взять целой рыбкой. Это как паштет рыбный. Молота все перекручена. Здесь за эти деньги, за 50-60 рублей. 60 там чуть дороже даже стоило. За эти деньги все-таки килька. Вот это мне понравилось. И рыбка аккуратная. И томат соус чувствуется не супер насыщенный. На твердую троечку. За 50 рублей классная рыба. Вот торговая марка Сталина. Сладкая рыба. Это непривычно. Сладкая килька. Болгарский перец сильно сладости дает. Но это совсем выглядит неаппетитно. Русский рыбный мир. Итак, следующие три банки по стоимости примерно одинаковые. Поэтому их открываю. Сельдь. Сельдь и сардина. Ключ есть только у доброфлота. Итак, селедка. Русский рыбный мир с добавлением масла. Смотрите, сколько много жидкости. От селедки столько бы не получилось. В составе рыба, соль, перец, масло растительное. Но здесь столько масла я не вижу. То есть это жидкость какая-то. Здесь явно добавили воды. Всю жидкость я слил. И получается рыба там примерно пол банки. Наполненность. Но хотя рыбы кусочки хорошие, такие крупные. Следующая банка доброфлот. Открываем. Здесь уже баночка симпатичная. Спасибо, что выбираете. Качество написано. Ну доброфлот примерно по такой же стоимости, как и русский рыбный мир. Хотя смотрите, сколько там наполненность банки явно лучше. И не такая жидкая. Написано в желе. Желе. То есть с добавлением агар-агара. Получается вот такой вот не бульон, а как кусочки желе. Давайте тоже жидкость эту сольем. Она, кстати, аппетитно пахнет. Вот столько есть рыбы. Ну она явно аппетитнее пахнет, чем предыдущая. Хотя вот куски, смотрите, развалились все, распались. Это даже не селедка, это какая-то развалилась. Может быть переварили ее, но она прям очень-очень мягкая. Прям вот прям наимягчайшая, прям такая тверденькая. Прям мягкая-мягкая. Не просто в желе, она рыба как желе. Не аппетитно выглядит, зато пахнет вкусно. Открываем третью консерву, называется Сардина Прым Рыб Снап изготовитель. Жидкости тоже много, но эта жидкость уже маслянистая. То есть видите, сверху как много желтенького масла. Наполненность банки неплохая. Жидкости хоть и много, но рыбу я вижу. Пахнет тоже вкусно маслом. Ой, да здесь нет ничего. Я слил жидкость, сейчас я вам покажу. Да тут совсем нет ничего. Меньше половины банки, и она вся рыбка такая малюсенькая. Если ее так спрессовать, то там не останется совсем ничего. Пахнет неплохо, но рыбки совсем мало. Эй, селедка. Самая дешевая, русский рыбный мир. Вот она здесь лежит. А запах она не очень приятная. Она просто как рыба. То есть, хоть написано, что с добавлением масла, масло не чувствуется. Зато она крепкая. Видите, она как хорошо лежит? Она не очень приятная, кстати, на вкус. Она пресная. Масла точно не хватает. Выручает то, что она похожа на рыбу. Этот рыб не разваливается, вот как каша, вот как следующее. Хотя я удивлен, Доброфлот, чтобы вот такая каша была. Смотрите, как пюре. Это явно ее перетомили или что-то. Но вот как такое пюре есть? Давайте возьмем какой-нибудь вот этот кусочек, который не пюре. Тоже селедка. Она прям нежнейшая, нежнейшая, так скажем. Что это такое? Пробуем. Вкус у нее приятнее. И черный перчик чувствуется. Душистый какой-то перчик прям очень вкусный. Хоть она и разлазится. Состав читаю. Селедка, соль, перец душистый, черный и лавровый лист. По составу здесь все отлично. Агар-агар, природный загуститель из морских водорослей. Такую даже вкусность есть. Вряд ли я доем вот этот русский рыбный мир. Поэтому вот сюда. Это, конечно, вкуснее. Русский рыбный мир опять проигрывает. А, нет, вот это. Вот так, пробуем сардину. В прошлом видео я открывал сардину из пятерочки. Она стоила 100 рублей. Здесь чуть дешевле. И сардина кусочки поменьше. Немножко облезла. Но в целом жирная, хорошая рыбка. Вот эти кусочки аккуратные. Пробуем. Масло есть. Масло чувствуется у нее. Но не хватает специй. После того, как я попробовал предыдущую. Вот здесь лаврушка есть. И черный перчик, конечно же, это ароматнее, чем просто рыба с маслом. Конечно же, с перчиком, со специями. Тут, конечно же, разница есть. Огромная. Без специй. Ну, вряд ли вы ее так съедите. Это будет не так вкусно. Можно завернуть в салат. Можно ее в рулет завернуть. Какой-нибудь с чем-нибудь еще. Но если просто покушать, то, конечно же, вот эта с перчиком, она будет вкуснее. С лаврушечкой она ароматная. Угу. Вот прям сразу чувствуется. Две рыбы сравнить, две консервы. Сардина будет повкуснее, чем просто селедка. Без масла, без ничего. Русский рыбный мир все-таки здесь на последнем месте. Вот в таком порядке я их выставляю. Однако это не самое страшное, что могло случиться. Могло быть совсем несъедобные консервы могут попадаться. Здесь вот доброфлот съедобный. Ну, вот это все съедобное сейчас вам в итоге скажу-покажу. Итак, у меня тунец и печень трески. Это уже примерно по 80 рублей стоили. Маленькая баночка. Печень трески натуральная. Кусочки и соль. Лаврушка. Здесь всего 130 грамм. Это очень дорого получается. За 80 рублей 130 грамм. Это же печень трески. Это же не кусок золота. 100 грамм всего. Это еще не все. Я открыл банк. Вот сейчас действительно вы почувствуете, что печень трески это деликатес. Посмотрите, там вот что-то плавает. Одна жидкость, ребят. Я сейчас солью жидкость и вы увидите, сколько там рыбы. Какой рыбы? Печень и рыбы, ребят. Печень и рыбы трески. Я всегда думал, что это такой субпродукт недорогой. Вот сейчас, когда смотришь на дне баночки, там лежит пару кусочков этой рыбки. Я думаю, что это как красная икра получается. Сейчас мы с вами будем взвешивать этот деликатес. На весах у меня ноль. Сколько тут получится печень и трески? 43, 44, ну допустим 45 грамм. Вот смотрите, сколько у меня здесь даже на бутербродик. На один бутербродик хватит. Зная стоимость за 40 грамм 80 рублей, как это есть? Наверное, все-таки как красную икру нужно с хлебом, с маслом намазывать. То есть по чуть-чуть. 2000 за килограмм. Правильно я посчитал? 2000 за килограмм. Такие деньги, как бы можно много чего поесть. 2000 за килограмм. Печень трески. Она что-то горькая. Отвратительно. То есть она сильно горчит. Она мягкая, конечно. Она совсем невкусная. Она прям очень сильно горькая. И это все перебивает. Называется вот такая печень трески. Мурман рыба. Почему так дорого? Не нравится мне, когда так дорого. Есть невозможно. Я же не могу это выкинуть. Жалко. Жалко, обидно даже. Это прям очень обидно. Ну давайте попробуем. Может эту рыбу съедим. Называется русский рыбный мир. Опять русский рыбный мир. Тунец. Стоил около 82 рублей. Я надеюсь будет вкусно. Потому что все, что предыдущее мы ели русский рыбный мир, было не очень. Итак, состав. Тунец макрелевый. Вид разделки куски. И соль. Много жидкости. Опять суп. Один суп. Сливаем все это. Пахнет. Пахнет неплохо. Да почему по полбанки они кладут? Ну это же совсем мало. Какие-то малюсенькие рыбки. Я вообще-то про тунца думал, что это тунец такой. Показать большущие рыбы. Может макрелевый он прям маленький такой. Смотрите. Маленькие рыбешечки. Наполненность на полбанки. Пахнет неплохо. Прям вкус насыщенный. С икрой. Ну со всеми внутренностями. Вот кусок с икрой. Да только некрасивый разве что. Непонятно почему он, наверное, потух немножко. Его даже не обрезали. Видите, черный. Черный прям вот здесь кусок. Здесь тоже что-то такое прям все. Не обрезали. Надо вот так вот обрезать. Такие куски, конечно. Давайте тут съедим. Красивый кусок. Отличная рыба. Пойдет. Только не потрошенная. Так, тут вывалилась немножко из рыбы. Вот эта потрошка. Вот мне все интересно. У них там... Ребят, кто меня из других стран смотрит, напишите мне. А лучше, может кто пришлет, самый дешевый консервы тунца. Потому что меня из разных стран присылали, когда на обжоры. Прям все, что я пробовал тунца, это были дешевые консервы. Из самых дешевых магазинов мне прислали. Обжоры я делал. Они все были кусочки. То есть совсем кусочки. То есть не было ни костей, ни кожи. То есть филе вырезано. И в некоторых случаях уже там с добавками разными. Но это все равно были самые дешевые консервы. С полок я вам показывал. Во всех этих обжорах. Там на полках они самые дешевые стоят. Там по доллару примерно стоят. Доллар примерно столько и стоит вот этот тунец. 82 рубля. А, хотя нет, уже доллар сотка. Как у вас там это с этим делом? Вы мне реально, что ли, самые дешевые консервы прислали? Или у вас такие же есть? Или почему у нас делают так? То есть просто рубят рыбу и даже не потрошат. По вкусу нормально. Съедобно. Просто тунец. Без масла, без ничего. Сухой. Но для салата самое то. Вкус у него насыщенный, конечно. Но потрошка я бы сейчас вот подвыкинул. Кости мягкие. Кости жуются. Я, кстати, дал еще коту попробовать. Он подошел, понюхал этого тунца. Может он не сильно голодный. Он, кстати, и печень трески тоже понюхал. Так и без особого интереса. Печень трески однозначно, ребят, вот сюда, в нижнюю кучку. Потому что это нереально дорого оказалось. Но за такую цену можно да что угодно купить. 2000 за килограмм готового продукта. Это, конечно же, шок цена. Русский рыбный мир, тунец. По вкусу неплохо. Так, открываем. Дорогие консервы. Ну как? Ну как дорогие? Самые дорогие с фикс прайса. Здесь и баночка симпатичная, и васи. Открывается консерва очень идеально. Просто хорошо открылось. Ничего не расплескалось. Первая консерва, которая так идеально открылась. Это прям плюс один к ней будет. Внутри большие куски. Ах, пахнет прям маслицем. Прям очень маслянистая рыба. Сверху жидкости много. Давайте все это сольем, посмотрим сколько там рыбы. Рыбки здесь целых три больших. И самая крупная по следине, она не выдержала давление крышки сверху. И немножко подмялась. Но рыбка выглядит аппетитно. 100 рублей. Когда у нас консервы стали, в какой момент времени они стали деликатесом. Вот смотришь на эту малюсенькую баночку. Но это же бросовый товар должен быть. Он стоит должен копейки. Здесь просто три кусочка рыбы. 100 рублей, ребят. Ну как так? Тоже не потрошенная, да? А, она тоже не потрошенная. Ну давай. Она прям как царь-барон. Просто без костей будем есть, а не рыба. Она прям ароматная, прям маслянистая. Она прям перекатывается на языке, как колобок. Приятная. И даже, видите, чешуя не слезала с нее. Ну то есть кожа. Нормально. Доброфлот. Молодцы. Вкусная рыба. Я объелся уже этой рыбой. Но главное вам показал. Вот это выглядит симпатично. Ну и главное, тут написано подкопченая. И пахнет подкопченым. В общем, это приятная рыба. Пока что это самая приятная из этих всех консерв. Ну и коробочка такая праздничная, длинная. Отличная рыба. Нравится. Итак, последняя рыба самая дорогая из фикс прайса. Называется сайра. Тут написано гост, медальки все. Но она должна быть какая-то особенная, раз она стоила намного дороже. Русский рыбный мир также сделан в поселке Курилово. В составе сайра куски масла растительное, перец душистый. Внутри банки мы видим тот же самый суп. То есть мы видим одну воду. Рыбы там пока незаметно. Надо сливать, надо смотреть. Почему она такая дорогая? Пришел я, значит, в фикс прайс. Ну вот вы, значит, зашли в фикс прайс. И смотрите, рыбка подороже стоит 120 рублей. Думаете, ой, какую я сейчас вкусную рыбку куплю. Там, наверное, будет что-то намного лучше. Но здесь оказался тот же самый русский рыбный мир. Пол банки. Пахнет? Ну пахнет так себе. Почему она такая дорогая? Вот смотришь на нее. Это та же самая неразделанная рыбка. То есть кусочки маленькие. Наполненность банки. Небольшая. И почему это стоило дороже? То есть ход конем такой они решили сделать. А давайте мы подороже сделаем 120 рублей. Если не говорить о стоимости, давайте про саму рыбу. Про консерву. Маслянистого вкуса достаточно. Перца не чувствуется. Хотя в составе он есть. Рыбка крепкая, хорошая. Кости мягкие. Сами кусочки небольшие. Рыбка съедобная. Даже ароматная. Чуть-чуть горчит. Есть какой-то неприятный аромат. Будто старая рыбка. Но в целом на твердую четверочку. Однако цена завышена. На такую консерву сильно завышена. Все, что касается русского рыбного мира. Вот этой вот линейки. Мне не понравилось. Общее впечатление складывается, что рыбы докладывают малая рецептура. Самая простенькая. Никаких там особо добавок разных. Все пытаются уже что-то сделать. Там вот перчика болгарского добавить. Там какой-то желирующий агент. Где он? Вот. Селедка в желе. То есть реально вкусно. Здесь и перчик плавал. То есть интересная какая-то рецептура сделана. Классно. Хоть она и жидкая такая вся получилась селить. Но она приятная ест. Прям у нее еще хочешь кусочков на этих. Приятно. Давайте расставлять по приоритету вкусы. Сейчас все я это отпробовал. Больше всего мне понравилась вот эта банка. Она и открылась хорошо. И подкопченый вкус. Оп-оп. Подкопченный вкус. У нее есть. Рыбка вкусная, хорошая. Конечно же домашняя рыба. Мне очень понравилась. Я бы вообще на первое место поставил. Но я ее не покупал в этом фикс-прайсе. Поэтому домашняя рыба. Она раза получается в три дешевле. Я сказал в два раза. Но по факту здесь. Когда полбанки. То понимаешь, что уже в три-четыре все-таки раза. Она получилась дешевле. Да и банку-то сразу наделал. Вот такую вот. Сразу как открыл. Так наложил ее. На всех хватит. Все-таки ням-ням-ням ее навернули. Похвалили тебя. Ну ты молодец. Так. Но по рыбе. По этой. Русский рыбный мир. Не очень высокое качество. Хоть это сайра. Хоть селедка. Хоть с сардина. Что там. Тунец. Все. Банки наполовинку. Келька так совсем есть невозможно. Там мелкая рыбка. Не дали ей вырасти. И она невкусная. И томатного вкуса нет. Поэтому плохая линейка. Не понравилась мне. За какой рыбкой можно зайти в фикс прайс? Вот это я уже сказал. Иваси. Доброфлот. Отлично. А, кстати. Вот и Доброфлот. Вот это. Она вкусная. С перчиком. Перчик прям душистый. Прям классно. Это все. Отлично. Печень трески. Ни за что не покупайте. 2000 рублей за килограмм. Печень трески там нет. Да и горькая. Я ее не доел. Кот ее. И кот ее не доел. Я смотрю. Лежит так же. Ну, в общем. Странный продукт. Тоже странный продукт. Келька в томатном соусе. Плюс сладкий болгарский перец. Это очень сладко получается. На любителя. На вкус нормальный. И вот такая келька. Прям смело берите. Так. Старина торговая марка. Там можно съесть. Тоже можно взять. То есть вот в таком порядке. Я бы их все съел. Но с этого не съел. Слишком мало. Огорчает. Когда наполовину банк пол. На этом. На этом официальная часть. Нашего обжора заканчивается. Вы меня в комментариях часто спрашиваете. Про выживание. Когда я селег к следующему. Вышивание. Но мы же. Я уже все повыживал. И на 1000 рублей повыживал. И даже на 0 рублей мы с вами выживали. В шалаше. Без электричества и так далее. Это было интересно конечно. Но то что касаемо на 1000 рублей. Вы меня все просите. Еще. Селег. Давай выживание. Это конечно интересно. Но это все. В чем сложность выживания. На небольшие суммы. Это всегда однообразие. Невозможно выдумать какой-то. Взять и выдумать интересный рецепт. Из муки и кабачка. Ну там капуста с морковкой. Но их то хоть как смешать. Засоли. Это все равно будет капуста с морковкой. Поэтому лютые выживания. На минимальные суммы. Это всегда какое-то однообразие. Поэтому ну что тут придумать. Ребят. Я уже все показал. Что можно было. Конечно же хочется. Еще раз. Какое-то приключение посмотреть. Ну пишите в комментариях. Как вы себе это представляете. На какую сумму. Повыживать. Ну на 0 рублей. Это совсем люто. Было бы сейчас. Я думаю. На 1000. На 2000. На 1000 раньше можно было что-то купить. Я сейчас купил. Вот это все. 1000 рублей стоило. Вот. А в месяц. Как можно на 1000 месяц сейчас повыживать. Ну пишите ваши пожелания. Может быть с следующего месяца. Попробуем что-нибудь сделать. Спасибо что провели эти полчаса опять с Серегой на кухне. Мы сегодня с вами хоть поели. По крайней мере. Серега сегодня остался не голодный. Это уже хорошо. И вам хорошего настроения. Встречаемся здесь же. Жду вас через пару дней. Удачи. Пока.